Самый банальный вопрос вначале. Что можно сказать об игре сегодня? Первые 30 минут владели инициативой. Были опасные моменты и не давали соперник ничего сделать. Потом отошли к своим воротам и дали владение Татару. У них появились опасные моменты и появилась уверенность. Уже во втором тайме и пропустили гол. Опять же были моменты. Я думаю, что реализовав моменты в первом тайме, сразу было бы гораздо проще побеждать. И в такой игре, я думаю, мы должны были уверены как раз-то и выиграть. Как ты сказал, игра получилась такой рваной. Вначале мы, потом Татар, в концовке опять удалось поддавить. Это больше психология или просто футбол такой? Да, я думаю, может где-то и психология, может и футбол. Потому что, может где-то почувствовали, что все получается и где-то подуспокоились. Может соперник понял какие-то наши слабые стороны и старался играть за счет них как раз. Разберем игру уже после и поймем, в чем надо добавить и прибавить. На что Валерий Георгиевич обращал внимание на теории и в целом перед игрой? Ну, то, что все равно команда как бы участвует на чемпионат мира. Не будет легкой игры. Мы это как раз прекрасно понимали. То, что они пытаются выходить из обороны низом. Сегодня голкипера, я думаю, в диагонали 10 точно у него было и в первом тайме, и во втором. На крайних защитников. И подстраивали свой прессинг. Как раз под это первый. Там 30 минут все получалось успешно. Но потом мы уже где-то и подустали. Но уже что-то у нас не получалось. Можешь, как центральный защитник, оценить пропущенный гол. Здесь течение обстоятельств или, возможно, сыграло ту роль, что как раз были произведены замены и случилась неразбриха? Да нет. Я думаю, это голы. Это всегда последствия ряда ошибок. Там изначально не накрыли игрока. Потом мы там не разобрались со фланг, кто будет встречать соперника. Идеальная подача. И просто там потеряли тоже игрока. Я говорю, ну тут что, можно только похвалить игроков соперника. Потому что такая подача, такое исполнение. Но это можно тоже было избежать. Сделали себе правильный выбор с самого начала. И уже никакой подачи не было. А если анализировать наш гол, подача гол головой центрального защитника, это наигранное? Да, да, наигрывали. И там давали сигнал, подающие игроки на дальнюю или на ближнюю будут подавать. И мы уже знали, куда бежит и понимали, что надо делать. Поэтому результат домашней заготовки. В целом, как можно оценить эти сборы? Да, в целом, каждое из сборов в национальной команде – это интересный опыт. И с которым надо делать какие-то выводы и исправить свои ошибки. Мы играем с командами, в которые игроки некоторые. Да, может, в сегодняшней команде там не много игроков, кто играет в Европе. Но до этого были сборные, в которых игроки принимают участие в топ-5 лигах. Поэтому из этого надо только брать самое полезное, работать над собой и понимать, куда надо расти. И последнее, что можно сказать болельщикам, которых было очень хорошо сегодня слышно? Да, честно, был очень приятно удивлен, что такое количество пришло. Правда, очень рад, очень приятно было, что нас поддерживали. И даже на удивление болельщики команды соперников тоже, когда мы проводили хорошие атаки, какие-то красивые действия на футбольном поле тоже, это все сопровождалось аплодисментами.